Приветствую вас, Мария. Знаете, вот некая угодливость чувствуется даже через текст. Вот, то есть то, что вы свое имя назвали Маша, а не Мария, вот это тоже бросается в глаза, потому что Маша это все-таки девочка Маша, хоть это в какой-то степени стереотипа Мария, это более такое солидное, уважительное произношение своего имена. Вот, и конечно имя Маша, точнее ваш выбор, показывает то, как вы относитесь к себе. Также ясно, что существуют возможные перекосы в другую сторону, когда человек слишком серьезно относится к себе, это тоже негативно влияет, но в данном случае проблема в том, что вы себя, очевидно, занижаете или не воспринимаете всерьез. Я бы сказал, что вашу проблему в рамках ответа на вопрос можно решить через выработку какой-то мотивации вашему мужу что-то делать для вас. быть с вами заодно. Именно мотивация. С одной стороны. С другой стороны. Ну вот, мой коллега, Кундумичев Игорь Леонидович, в общем-то, говорит справедливую вещь. Есть только нюанс, что если у вашего мужа есть уже сложившееся представление о том, как должны развиваться отношения между мужчиной и женщиной, и сложившееся представление о том, что должна делать женщина, а что мужчина, то, наверное, наверное, вряд ли вы это сможете изменить без желания на то мужа вашего, потому что ценности и семейный устои разные люди видят по-разному, и если у вашего мужа такая позиция, вряд ли вы узнали о ней только что, скорее всего, вы узнали о ней до этого, и, соответственно, то ли с ней мирились, то ли надеялись эту позицию изменить. Не очень понятно. Вот. То есть тут вопрос в том, принимаете ли вы своего мужа целиком и полностью или нет? Если вы его целиком и полностью не принимаете, если вы не приемлете такую семейную организацию, которую демонстрирует вам человек, ну, вероятно, вам с ним не по пути, при том, что вас эта позиция, в общем-то, тяготит. Так что этот момент тоже нужно учитывать, что человек не изменится без его на то согласия, и человек имеет, к сожалению или к счастью, моральное право вас оттолкнуть, если вы скажете, что все, я больше не буду делать так, как ты хочешь. Конечно, можно вспомнить про такую историю, как притирки, можно вспомнить про такую историю, как вот то, что многие люди притираются, ссорят и так далее, но мне лично кажется, что в подобных моментах зарождаются множественные основы для будущих болезней и для будущих проблем человека, поэтому подобные позиции я приемлю, честно говоря, не очень. Вот. Равно как и ссорам. Кстати, интересно то, что вы говорите про ссоры с вашим мужем, так, как будто вы сами не ответственны за то, что происходит в них. То есть вы сами выбираете в том числе ссориться. Ладно, ссорится муча, ладно, муча заказывает скандалы, хорошо. Как бы там ни было, это его выбор, это его право и так далее, но вы, вы ссоритесь, вы сами вкладываете 50%, то есть ровно половину ответственности за конфликт. И, соответственно, можно, можно говорить о том, что вы, ну, вот ссоритесь тоже с мужем. А в ссоре правых не бывает. Поэтому я рекомендую изучить вам психологическую игру скандал и вообще пройтись по синейным психологическим... по семейным, простите, психологическим играм, вот, и посмотреть, какие игры вы играете и еще, для того, чтобы получить какое-то общее представление о том, что происходит между вами и вашим мужем. По поводу того, что вы устаете и вам хочется поддержки мужа. Честно говоря, здесь остро чувствуется нехватка вашей истории, истории ваших отношений, с одной стороны, с другой стороны чувствуется некая такая безответственность ваша лично по отношению к себе, потому что, раз вы устаете, значит, берете на себя слишком много, жертвуете собой, а это и есть проблема личной границы, а как расплата, а как результат, как следствие этого вы хотите поддержку, потому что вам самое тяжело вы устаете, вам хочется получить это извне. А извне вам этого не дают, потому что считает абсолютно нормальным и должным то, что вы делаете через силу. Поэтому накапливается недовольство, обида, агрессия и всякое такое. И это вопрос к вам, что вы организовываете свою деятельность таким образом, что она не соответствует вашим ресурсам, то есть вы не экономно расходуете свои силы. Ну, собственно, что и приводит к таким вот негативным последствиям. К сожалению, вынужден сказать, что это абсолютно нормально. Дальше. Ну, ваш вопрос, что делать? Что делать, чтобы что? Да? Пока что из вашего текста получается, что вы с мужем очень разные и не очень понятно, какие у вас общие моменты, на чём сиждется ваш брак, вот какой у вас феномен для отношений. Но я думаю, что ваше поведение связано с низкой самооценкой. С заниженной самооценкой может быть в какой-то степени страхом одиночества, потому что вы позволяете что-то там себе запрещать. Вот. Ну, мягкость, желание угодить, желание быть хорошим, это само собой. То есть это вот чувство вины, ответственное чувство вины, желание быть хорошим, чувство вины, проблемы личных границ. Низкая самооценка страха одиночества, я полагаю. Ну, насчёт страха одиночества я здесь не уверен, но вероятно он есть. Вот. В принципе, есть такой жизненный сценарий, называется «Самая точка Хабард». На всякий случай, да и на конце. Вот. Вы можете его изучить, это сценарий человека, очень похожий на вас, к сожалению. И если это так, то вам этот сценарий нужно корректировать. Вот. Такая вот история. Честно говоря, сложно ещё, наверное, что-то добавить, кроме того, что вы такое ощущение, что узнаёте своего мужа с других не очень приятных сторон, и вам это не нравится, что логично. Но вот сделать что-то вы боитесь. То есть вы надеетесь просто своего мужа, ну не знаю, переделать. Как мне кажется, это абсолютно бесполезная идея, абсолютно бесполезная затея, потому что человек не будет меняться до тех пор, пока у него нет мотивации для этого. А мотивации у него нет, пока вы пытаетесь угодить, и пока вы откровенно не демонстрируете свои интересы. Вот. Нет, пока вы не защищаете свои интересы. Вы можете сказать, что если я это буду делать, то человек, ну что, мой муж может меня послать, может перестать со мной вообще, и я с вами согласен соглашусь, но вот только добраться заключается в том, насколько такой человек, соответственно, тому, что вы сами представляли себе, ну, брак. Ну, последнее, это вот ваши потребности в поддержке. Мне кажется, что вам тоже нужно на этом обратить внимание, потому что тот факт, что вы надеетесь в поддержке, на мой взгляд, свидетельствует о том, что есть некоторые трудности с реализацией у вас, есть некоторые трудности с раскрытием себя, а точнее с постановкой единственных, как мне кажется, единственное условие для раскрытия себя это через других людей, через семью. Потому что, ну, я не очень понимаю, например, Зачем вы работаете? Вот я не понимаю, для чего вы работаете? Чтобы что, вот вы берете работу на полдня, берете работу на дом, так как там, наверное, работа продолжаете и обратно на себя, да, больше, чем, а, больше, чем вам, ну, комфортно. Ну, опять же, вот, зачем, зачем вы это делаете? Честно говоря, не совсем лично для меня понятно. Вот, ну, тем не менее, это, наверное, можно и нужно так же корректировать. Вот, то, что я могу вам сказать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я вам желаю всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешится.